Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня на этой неделе будем говорить с вами интересная тема, очень интересная тема, и я буду сравнивать двух людей. Вы знаете, во все места, во всех странах, куда бы вы ни поехали, вы видите двух категорий людей. И это почему-то в Африке, в Америке, в Европе вы видите неудачников и вы видите победителей. Есть победители в жизни и есть неудачники в жизни. А кто-то говорит, что нет, а я между ними, я средненько. Не бывает такой, что я средний и я не буду победить. Либо вы победитель, либо вы неудачник. Поэтому, что ответственность за победу в жизни и что ответственность за поражение, об этом мы будем говорить все эти недели. Кто такой победитель и почему он побеждает? И кто такой неудачник и почему у него не получается, почему он постоянно только ропщит и жалуется? Во-первых, победитель это человек, который видит во всем всегда возможность. Он видит во всем всегда возможность. А неудачник в то время, когда один видит возможность в той же самой ситуации, в той же самом положении, неудачник видит проблему. То есть вы можете создать микроклимат или обстановку, или в той же самой ситуации и пригласить туда одного неудачника и одного победителя. Неудачник увидит, умудреет видеть проблему в этой ситуации, какой бы она там ни была, он вам объяснит, почему нельзя этим заниматься, почему нельзя это делать, почему нельзя этот вопрос решить, почему это не получится. Вот неудачник это человек, который постоянно видит, почему не получится. А победитель в это время скажет, да, может быть здесь есть проблемы, может быть здесь есть сложности, но я вот вам скажу, вот так нужно делать, вот тут, тут, тут есть выход. Человек всегда видит возможность, он всегда видит ответы, он всегда видит выход во всей ситуации, он всегда видит ситуацию в свою пользу, как можно его использовать, чтобы решить, чтобы решить эту ситуацию. А неудачник всегда видит, почему не получится. Кто вы такой? Человек, который постоянно видит, почему не получится, или человек, который постоянно видит, почему должно получиться. Это первый пункт. Завтра мы продолжим. Будьте благословены. Продолжение следует...